Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами продолжаем заниматься программированием микроконтроллеров STM32. Мы с вами работаем с лентой, построенной на умных светодиодах RGB под названием WES2812B. И мы с вами теперь не только узнали, как работает и управляется лента, но и уже на практике кое-что мы сочинили. Мы зажгли ленту вот такими вот красивыми цветами. Вот, что мы с вами добились. Очень, я думаю, красиво смотрится всё это. Ну и теперь мы продолжим. Всё это смотрится хорошо, но ничего никуда не движется. Мы любим, чтобы у нас что-то тут динамично, какая-то сцена с вами развивалась. Поэтому перейдём к проекту и продолжим свою работу. Ну, первый тест у нас будет бегущие огни. Это уже как-то повелось так в мире, что сначала были всегда бегущие огни. Ну, как же нам это всё делать? Мы будем, в общем, в буфере в нашем передвигать настройки светодиода от одного к другому, то есть по позициям перемещать. Ну, так как у нас позиции 144, 144 позиции мы будем в первой, то есть 143 в нулевую. Чтобы нам это сделать, сразу мы этого сделать не сможем, мы сотрем нулевую, то есть поэтому нам нужен будет ещё один буфер для хранения всего больше одного ещё цвета, так как куда мы… А, всё, не тот файл. Переходим в файл ws28.12.c. Вот здесь вот после такого временного буфера мы добавим с вами ещё один временный буфер, который у нас много памяти не съест. Всего лишь 24 полуслового. Ну, у нас в контроллере памяти много, в принципе, нормально. Думаю, что всё будет хорошо. Вот так. Вот такой вот временный буфер. Мы в него сначала сохраним цвет весь, все настройки нашего нулевого светодиода, потом всё к нему передвинем, первый в нулевой, второй в первый и так далее. У нас повторится или повторится 143 и мы в него и занесём сохранённый наш нулевой. То есть вот таких мы сделаем несколько циклов, ну, как-то 50. У нас получится вот такой вот бегущий огонь. Ну, практически я вам весь код уже и рассказал нашего первого теста. Осталось показать. переменные. Ну, какие-то настройки. То есть настройки эти те же самые, просто я не стал в рядочек, чтобы много колонок не тратить. То есть это всё те же самые. Цвета у нас разнообразные. И начинаем бежать. Сначала, как я и сказал, мы в временный буфер вот в этот вот буфтемп. С вами сохраняем свечение первого светодиода нулевого. Ну, это будет у нас баф ДМА плюс 48. 48 у нас именно с вами нулей этих самых под задержку зарезервированы. И мы именно 48 с вами элементов перемещаем. Почему 48, а не 24? Да потому что полуслова. А мем CPI функции работает с байтами. Вот так вот получилось. Ну и далее мы с вами все 144, ну 143 вернее светодиода перемещаем на позиции. То есть вот так же вот сюда вот, вот в это место, да, вот оно у нас точно такое же. То есть, ну то есть только тут I ещё умножаем на 24 и прибавляем это всё, потому что у нас несколько же позиций. И в неё мы уже со следующей позиции перемещаем. То есть плюс 72. Ну 48 и 48 у нас, как известно, 72 и также 48 значений. И у нас получается место в буфере, предназначенном для, например, там 63 светодиода, если вот здесь вот будет 63 число в данный момент, итерации такая, переместиться в место, предназначенное для 62. И так, по кругу. То есть дальше мы с вами вспоминаем то, что мы сохранили. То есть вот из темпа мы с вами заняносим самым последним. Ну я тут посчитал, что будет позиция у нас именно вот такая вот. И всё, мы зажигаем светодиоды. Делаем задержку в одна десятая секунда. И так, в общем-то, 50 раз. И всё у нас вот нормально сейчас побежит. Дальше мы для этого теста делаем с вами прототип. Ну и соответственно, его вызываем в mainc. Ну тут пусть у нас остаётся всё, что мы там с вами первоначально вот это зажгли. Это мешать никак не будет. Можно удалить. То есть главное, чтобы init осталось. Да даже init не останется. Я думаю, там и так всё нулями будет забито. Ничего там не случится. То есть такого. Ну, пусть будет и нет. Мы к initам привыкли. И в бесконечном цикле мы вызываем наш тест. То есть будет не 50 циклов, а бесконечное количество циклов у нас всё это дело бежать. То есть, а если мы другой тест добавим, то после него, после 50 циклов именно, запустим другой тест, а потом опять этот. Ну, с Богом, как говорится. Ну и вот у нас всё это дело с вами очень красиво побежало. Вот. Посмотрим участочек. Давайте. Даже приблизим. Вот. Посмотрим вот так вот. Всё это очень красиво перемещается. Ну, переключимся на общую опять картину. И вот мы уже начинаем мой новогодний тест вспоминать. О котором все мечтали именно о проекте. Почему-то не об уроке. Ну, я думаю, урок будет не менее полезен, а даже более чем просто вот то, что я поделился бы проектом. Ну и давайте следующий тест. Тестов будет у нас ну не то, что много. Ну, понятное дело не один и не два. Поэтому идём сюда. Особо я про тесты рассказывать сильно не буду. Вдаваться в подробности. Как там расчёт идут математическими весами. Разберёте. Мы главное поняли вообще, как можно вот управлять каждым светодиодом адресно. Вот это вот самое важное, я считаю. А не то, что как вот там с тестом. Тест это у кого фантазии насколько хватит. Я вам покажу, насколько моей фантазии хватило. Ну, понятно, я кратко сейчас расскажу, что тут будет у нас происходить. То есть мы ничего не заносим в светодиоды, то есть в буфер. У нас там уже с вами что-то есть, к примеру. Например. И мы начинаем тем, что у нас есть, пользоваться. То есть как мы пользуемся. Мы вот создали тут циклы некоторые. 10 циклов. То есть задача у нас мигнуть всеми цветами плавно, то есть всеми светодиодами, зажжёнными цветами, плавно до нуля и плавно опять вернуться в нормальное свечение. То есть 32 градации, я думаю, нам хватит. Мигнём мы 10 раз, поэтому вот здесь вот такая вложенность. То есть основной цикл у нас 10 от 0 до 10. Затем от 0 до 32 два цикла. Первый цикл, понятно, как вы догадались, я надеюсь уже, что мы будем плавно гасить наши все светодиоды. А вот это плавно обратно будем возвращать их к нормальному горению. Ну, так как у нас светодиодов 144, то от 0 до 144 исключительно мы делаем цикл. И здесь вот мы придумаем такой коэффициент. Мы 32 минус i, то есть минус j делим на опять 32. Получаем мы с вами часть какую-то от полного. Ну и чтобы не использовать нам плавающую точку, мы умножили всё это предварительно на 1000. Потом мы это учтём. Дальше мы вызываем нашу функцию, в которой мы теперь вот это всё дело, то есть в буфере, мы используем именно буфер темповый. То есть у нас же в темповом всё всё равно хранится с вами, в котором 12 только. Зажигаем цветом умноженным на коэффициент, какой мы получили. Ну и делим на 1000, так как нам надо учесть 1000. И везде со всеми цветами мы вот это всё проделим. Только всего. Ждём 10 миллисекунд. Это вот в каждом таком ц... Ну, это плавность наша. То есть мы 32 раза, ну, со скоростью вот такой будем 32 градации делать. То есть между каждой градацией у нас 10 миллисекунд. Иначе будет слишком быстро. И приблизительно то же самое мы делаем, чтобы зажечь. Только здесь у нас не 32 минус j, а, ну, просто j плюс 1, делённый на 32. Так как от 0 до 31 у нас получается, что мы 32 и достигнем. И в конце мы достигнем коэффициента 1, то бишь 1000. И то же самое здесь повторяется всё в один в один. Всё. Вот такой вот тест. Прототип. Сюда. Идём в main. Ну и чтобы нам не смотреть бегущие огни каждый раз, мы их вот в такие вот комментарии. И постепенно все тесты будем туда мои заносить. Копируем, меняем на двоечку. Вот такой вот тест. И посмотрим, как он будет у нас выглядеть. Вот так вот у нас будет всё это плавно очень мигать. Не изменяя цветов, как говорится. Вот. Смотрите. Да? Красиво. Ну хорошо. Давайте следующий тест сразу. Не будем тянуть резину. Делаю время, потому что потехи час. Перейдём опять на файл вот такой вот и добавим следующий тест. Значит, что будет тест делать? Аналогичные вещи будет делать. Только он вот кусочек из 12 светодиодов будет плавно тушить, а другой кусочек из 12 светодиодов он плавно будет сжигать. То есть будет вот так вот тухнуть попеременно. Вы посмотрите. Всё будет красиво. И код-то особо там не сильно изменился. Здесь вот я использовал вот такой вот спойлер. Откройте его, если что. Ну будет выложен готовый проект, конечно, в конце последней части. Надеюсь, данная часть, она и будет завершающая, если мы не будем сильно вдаваться во всякие подробности. Но так как мы будем кусками теперь вот работать с потуханием и зажиганием, то вложенность у нас на 1 увеличивается, соответственно. Мы уже должны с вами ещё условия отрабатывать, а не там не этот ли кусок, как бы, грубо говоря. Ну так вот, почти всё тут не изменилось. Ну ещё там переменных мы прибавили, особо и не прибавили. То есть потому что там не цикл же будет внутри. То есть всё это здесь вот всё почти что так же, только мы вот здесь вот, если вдруг у нас вот тут внутри будет, то есть от больше 12 меньше 24, больше 30 меньше 48, видите, да, каждый чётный кусок, то тогда мы будем его плавно тушить. Если это не так, то будем плавно зажигать. Также наоборот теперь следующее, когда именно вот это вот будет опять условие у нас действительно или истина, то мы будем наоборот его плавно зажигать уже вот этот кусок, а не вот этот кусок, мы будем плавно тушить. Всего-навсего. Ну и дилей тут, конечно же, 15, уже не 14. Почему-то вот красивее мне показалось при 15. Хорошо. Прототип на тест. Даже можно так не копировать, можно вот так копировать и будет даже быстрее. Ну и здесь. Так. И вот так. Вызываем функции третьего теста. Собираем, прошиваем, смотрим. Вот у нас пошла вот такая вот красивая петрушка. То есть вот 12 светодиодов тухнут, 12 в это время зажигаются соседних. Видите как вот это всё. В шахматном вот таком вот, скажем так, порядке происходит. Тоже красивый тест. Ну, я сам это всё придумал. Я не видел нигде этого. Ну, на что моей фантазии хватило? Четвёртый тест будет уже интереснее. Он будет с входным аргументом. Вот такой вот здоровый, но несмотря на свою здоровость, он не является особо сложным. То есть на эти тесты особой памяти, я думаю, мы не затратим. Больше память на буфер тратится, чем на тесты. Значит, что будет происходить в четвёртом тесте. В четвёртом тесте будут у нас бегущие огни, но они будут интересные эти, бегущие огни. То есть будет, например, один светодиод. Давайте лучше всё-таки. Вот. Один светодиод самый яркий, второй чуть тусклее, тусклее, тусклее. Именно один, ну, как бы цвет берётся. И разные его яркости. То есть, ещё тусклее. А здесь вот плавно они становятся ярче. То есть получается, что вот такие вот плавные огоньки будут плавно бежать. И разным цветом мы будем… У нас шесть вариантов цветов. То есть, мы делаем с вами различных. Вот таким вот образом. То есть, если к нам поступила единичка сюда, значит, мы берём с вами 128,00 основные цвета. Делим их на хитрое число в зависимости от их позиции. Чем дальше позиции, тем получается, что немножко другое свечение. То есть, будет использоваться не коэффициенты, а будет именно вот то, что у нас от нуля до двенадцати. Будет вот как используется. i плюс 1 и умножить на 2. То есть, и будем 128 на это дело делить. То есть, это вот не строчка с операцией. Это несколько у нас вот операций. То есть, мы с вами заполняем просто здесь только буфер. Вот. берём вот такую вот позицию с нулём и вот это вот в неё заносим. Всё это в зависимости от i. Затем вот эта позиция уже с единичкой. Ну, тут точно такой же, только это уже соответственно будет другой цвет, другая составляющая. А это вот третья составляющая. Всё. Практически на то же самое мы всё это заносим-то. То есть, тут 128 делим, тут ничего не делим нули, потому что это именно будет у нас вот как бы красный цвет. Ну, и наподобие всё. Если вот кейс второй, то составляющей будет здесь самое главное у нас вот такой цвет зелёный. Здесь голубой и затем ещё три варианта смешанных цветов. Там пурпурный, жёлтый и морской волны. Вот мы перемешиваем два цвета. Вот этот вот, в этом случае, например, в пятом случае это R и B. Красный, вот здесь как раз пурпурный. Вот и всё. Ничего тут такого нет. Вы почитаете функции, поймёте. Всё тут грамотно, хорошо расписано. Ну и соответственно это только мы тут буфер с вами собрали. И дальше зажигаем и потом побежали. Ну, это я уже рассказывать не буду. Мы уже так бегали с вами. Практически код взят из первого теста. Вот это вот. Просто здесь мы вот так вот стандартно установили цвета, а там не совсем стандартно. То есть в зависимости от того, какой будет входной аргумент. Ну и всё. Вот такой вот рассказ про тест. То есть осталось нам данный тест с вами добавить, но этот тест уже лучше скопировать отсюда. То есть потому что он с входящим аргументом или с входным. И вызовем его. Первым делом мы закомментируем вот это. А данный уже тест мы с вами вызовем шесть раз. С разными вариантами входных аргументов. То есть мы будем с вами бежать разными цветами по очереди. Ну, поехали. Ну, вот побежал красненький. Видите, как красиво. Вот такие вот плавненькие огоньки. Плавно бегут, плавненькие огоньки. Интересно, да? Ореолы такие вот вокруг интересные. Вот это очень прикольно. Вот синенький пошёл. Морская волна, наверное. Да нет, пока ещё синенький. То есть цвета может искажаться. Могут. Поэтому вы соберёте, я думаю, сами такую ленточку. Стоит она очень недорого. Что-то там в районе 700 рублей российских. Вот. Ну и всё. И вот это всё по кругу у нас идёт. То есть ещё будет один тест интересный. На сегодняшний момент завершающий. Вот на сайте здесь мы видим, как это всё показано. Но на сайте не то. Всё-таки в видеоуроке интереснее. Вот последний тест пятый. То есть он тоже, в принципе, простой. Ну такой он более хаотичный, конечно. Но интересный. Опять же авторский тест. То есть я нигде этот тест не брал. По математике у меня всегда была пятёрка. Мне не сложно всё это сочинить. Вот. То есть каждый светодиод здесь из 12 возможных будет свой цвет иметь. И он будет там плавненько, то есть также на градации свои менять. То есть получится, что кто-то в сторону увеличения, кто-то в уменьшения. Вот такие вот интересные здесь математические формулы применены. Ну попробуйте. Свои какие-то придумайте, но не забывайте, что вот это плюс вот это и плюс вот это равно 128. Меньше, пожалуйста, больше не надо. Либо 10 амперный блок питания, пожалуйста. Тоже можно и так. Ну а слепнуть готовьтесь. Очень ярко светится, когда при такой плотности 144 светодиода. Это просто страшно. Они не рассчитаны близко к глазам. Так что ещё берегите зрение, не только блок питания. Поэтому вот такие вот тесты. То есть здесь мы ещё решаем проблему безопасности, как говорится. Тест 5. Ну вот так тут. То есть мы все 144 светодиода здесь меняем. Я не стал париться временным буфером. Я с натуральным здесь уже работаю, то есть с буфером. С каждым светодиодом. Просто здесь проверяем мы вот по модулю деление и всё. Если делится на 12, получается у нас 0. Значит без остатка делится. Если с остатком таким, то вот так. То есть с таким цветом. И коэффициент соответственно у нас вот такой вот интересный рассчитывается здесь. Если меньше 16. Если больше 16, то вот такой коэффициент рассчитывается. Прикольно сейчас будет. Ну и назовём данную функцию. Вот здесь. Переносим комментарий. А, ну да, мы же с вами просто… Нет, шестого у нас нет. Пятый, конечно. Какой шестой. Ну вот это у нас будет на сегодня последний тест. Прошиваемся и видим вот такое вот классное перемиривание. Это конечно такой тест надо только сблизи смотреть. Его нельзя смотреть издалека. Вот такие вот интересные приколы. То есть они здесь меняют свои градации. Как бы там даже основной цвет меняется. То есть составляющая, например, красная убывает, зелёная появляется. Они плавно не просто свечение меняют, они плавно меняют цвет все. Именно все светодиоды. Вот такая вот прикольная у нас штучка получилась. Ну и понятно, что напоследок мы сейчас весь код с вами раскомментируем и запустим все тесты. Всё, никаких комментариев больше. Ну и запускаем. Понятно, сначала вспомним бегущие огни у нас пошли. И потом все следующие тесты. Ну вот таким образом сегодняшний урок позволил нам с вами понять, как можно управлять умными светодиодами, в которые входит чип. Ну а самое главное, я считаю, не это. Мы с вами научились работать с таймером в режиме PWM или ШИМ, с использованием технологии ДМА. Вот это вот самое, я считаю, главное в данном уроке. Что повысило наш уровень эрудиции в нашем нелёгком ремесле программирования. Ну, на этом разрешить мне с вами попрощаться. Ну, чтобы досмотреть тесты, рассказать немножко о планах. На повестке дня у нас NetCon. По пикам там идём дальше по дату-шиту. Смотрите пока с 16 серии как дату-шит идёт. Пока мы так и пойдём. Там I2C, SPY. Будет USART. Вот. Потом здесь мы с ленточкой закончили. Ну, я пока вот в третьей рубрике не придумал ещё на что именно перейти. Потому что с интерфейсом CAN я ещё не закончил работы, но уже что-то есть. То есть, пока что нам нужно плотно поработать именно с интерфейсом NetCon. Потому что все спешат перейти быстрее к беспроводным технологиям, к ESP. Ну, я не знаю. Может быть, если готовые прошивки-то использовать, там легко всё перейти. Ну, я не такой. Я не люблю готовые использовать. Поэтому я хочу немножко изучить. Но там, если вы DataShit посмотрите, даже не DataShit, а Technical Reference какой-нибудь или ещё что-нибудь такое, вы увидите какое количество там регистров. Это больше, чем в наших STM-ах. Поэтому это не так просто разобраться. Это считать, что перейти просто к новым контроллерам. Это не просто микросхем передачи беспроводной связи типа Wi-Fi. Это очень сильный контроллер. Причём он очень сильно не изученный. Он очень мало технически поддержан. Очень мало по нём примеров вменяемых. Примеров-то очень много, но они половина невменяемые. Поэтому я считаю, что так резко переходить нам на него ну никак нельзя. То есть, так что ждите. Вот такие вот дела. То есть, вот у нас последний наш тест самый интересный. Он просто радует глаз. То есть, такой тест можно даже вот запустить. Просто матрицу взять 32 на 32 и для освещения комнаты. Будет очень прекрасно смотреться. Так что ждите следующих занятий. Разрешите ещё раз с вами попрощаться. Пишите комментарии. Жмите кнопочку «Мне нравится», если вам понравилось данное видео. Всех поздравляю вас с новой победой с нашей в программировании. Именно освоение данной ленты и режима шин с применением технологии ДМА. Всем пока. Всем всего хорошего. Всем доброго здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok